За сериал «Спасибо Ане» с канала «Энни да Мэй». Было очень сложно выбрать что-то одно из всего многообразия сериалов, которые она сняла. Ссылку на её канал я оставлю в описании под видео. Обязательно зайдите и посмотрите. Имя – Хоуп, возраст – 17 лет, парня – нет, родственники – Лилит – мама, папы – нет, он пропал сразу после рождения – Хоуп, Лира – бабушка, друзья – нет, владеет – неизвестно, характер устойчивая, но сломленная изнутри, хранительница зачарованного леса Лилит – возраст – 38 лет, родственники – мама – Лира, дочь – Хоуп, муж ушёл сразу после рождения – Хоуп, владеет – ничем, характер спокойная, решительная Лира – возраст – 56 лет, родственники – Лилит, дочь – Хоуп, внучка, владеет – неизвестно, характер добрый и… бывшая хранительница зачарованного леса. Форд – возраст – 18 лет, родственники – друзья, способности и характер – неизвестны. Имя – Мелоди – возраст – 17 лет, родственники и друзья – неизвестны, владеет – ничем, характер – стерва. Форд – возраст – 518 лет, родственники – неизвестны, друзья Азазель, Кора и Венди – владеет – огнём, характер – вспыльчивый, замкнут в себе – один из четырёх важных стихий. Форд – возраст – 518 лет, родственники – неизвестны, друзья – Рэм, Кора и Венди – владеет воздухом, характер – терпимый, общительный – один из четырёх важных стихий. Форд – возраст – 517 лет, родственники – неизвестны, друзья – Рэм, Азазель и Венди – владеет землёй, характер – уравновешенная, добрая, стеснительная – одна из четырёх важных стихий. Форд – Венди – возраст – 517 лет, друзья Рэм, Азазель и Кора – владеет водой, характер – устойчивая, одна из четырёх важных стихий. Хоуп, солнышко, бабушка приехала, иди встречай её. – Бабушка! – Привет, Хоуп, как же ты подросла. Я приехала вас проведать, но надолго остаться не смогу, я только на одну ночь. Мам, а ты не можешь хотя бы на ещё один денёк остаться? Ты ведь только приехала. Ты сама знаешь, по каким обстоятельствам я не могу здесь задержаться. Бабушка, а расскажешь сказку? Конечно, милая, но сначала обустраивайся поудобнее. Ну что, готова? Конечно! Давным-давно на Земле существует зачарованный лес, в котором живут существа, похожие на нас, но отличаются лишь своей особенностью. И какой же… Хоуп, не перебивай! Кхм… Которыми наделила их природа. Но самые сильные и важные из них рождались только раз в тысячу лет. И это… Огонь, воздух, земля и вода. Только они вчетвером, объединив свои силы, могут восстановить порядок в лесу. Но… Они одни не справятся без Хранительницы. А почему? Если они самые могущественные в лесу, зачем им нужна Хранительница? Я знала, что ты спросишь. Только она и сможет объединить силы четырех стихий, так как она владеет необычным даром. И каким же? Ты узнаешь об этом в свое время. Ну, ба… Но скажи, пожалуйста! Я не смогу уснуть, если не узнаю об этом! Всему свое время. Хуб, я хочу тебе кое-что дать. На память. Это кулон. Береги его. Он будет твоим ключом, без которого ты не сможешь открыться. Ба… Я не понимаю… Спи крепко. Надеюсь, ты сможешь стать хорошей Хранительницей. И справишься лучше, чем я. Ох… Да… Начался новый мучительный день. Который опять будет пыткой для меня. Ох… Но у меня почему-то странное предчувствие, что сегодня должно что-то произойти. Но… Что? Доброе утро, дорогая. Доброе… Ага… Доброе… Может, мне довести тебя до школы? Не надо. Я сама прекрасно смогу добраться до школы. Ладно. Давай. А то я опаздываю. Пока. Эх… Хоуп… Почему ты стала такой закрытой? Будто я не смогу тебе хоть чем-то помочь. Как бы я хотела тебе помочь… И ты… Так похожа на свою бабушку… Мне даже до сих пор кажется… Что ты… Это она… Посмотрите, кто пришёл. Опять опаздываем? Ой… А вы посмотрите, кто ещё не на уроке. Что, кого-то ждём? В отличии от тебя, мне есть кого ждать. Вот только ты тут у нас… Одиночка. Да я бы тебе и не советовала с ним встречаться. Не знаю его… Какой он на самом деле? Он даже может себе изменить… Тебе что, жить надоело? Что говоришь такое о нём? Нет. Я просто говорю тебе то, что я на себе испытала. Ту боль и печаль. Так что не советую тебе быть с тем, который не любит, не ценит и не уважает тебя. Даже худшему врагу такого не пожелаешь. Ну всё! Я не намерена больше слушать твой жалкий трёп! А знаешь… Мне кажется, я обязана преподать тебе урок. За то, что ты посмела заговорить на эту тему. Ты просто слабачка, которая не может защитить себя и дать отпор. Да и просто делаешь вид, будто у тебя всё нормально, но на самом деле нет. До сих пор не понимаю, почему ты так к себе относишься. Даже друзей не завела, чтобы хоть кто-то поддерживал тебя. Но нет. Ты просто ищешь повод, чтобы над тобой поиздевались. Хоть я и ненавижу тебя, но я также и переживаю. Найди себе уже хоть кого-то! Не будь пустышкой в обществе! Найди себе! Найди себе! Так я yetiа читаю. Форд, ты куда пропал? Ты уже должен быть у Венди. Она уже всё подготовила! Я сейчас у себя дома. Если ты сейчас не придёшь, то тебя ждут неприятности! Я сейчас не могу прийти, я занят И чем же это ты можешь быть занят дома? Дуй сюда, а иначе я тебе кости сломаю Ты уже забыл, на что я способен И что с того, что ты сильнее меня? Если я занят, значит я занят Придурок Если он сейчас придет ко мне, то заметит ее И сделает то же самое, что с другими Блин, так голова болит И где это я вообще? Надо осмотреться Черт! Давай, Хоуп, ты сможешь! Лира! Не может этого быть! Отпусти его! Сгинь отсюда Тебя Венди ждет, а ты здесь прохлаждаешься Ты очень похожа на нее В один момент я даже подумал, что это она Черт, опоздал! Я убью его, если он с ней что-то сделает Я его позвала час назад Когда он явится, я ему такое устрою Да я уж представляю, как это будет выглядеть Это Лира? Я тоже так сначала подумал Но у них отличается энергия А как тебе удалось ее найти? Это Форд нашел ее Я просто пришел к нему домой А тут она выходит из комнаты и атакует меня И мне кажется, что ее сила только недавно пробудилась Только посмей сделать ей больно Тебе не сдобровать Я не собирался Я к себе Меня не беспокоить Я чего-то не поняла Как я тебя звала, ты не торопился А как спасать кого-то так сразу Мне конец В следующий раз Если я тебя позову, а ты не явишься Без детей останешься, понятно? Да-да, понятно, понятно Где это я? Наконец-то наша хранительница проснулась Ты кто? Меня зовут Рэм Мне 518 лет Я владею огнем А ты находишься в зачарованном лесу Стой Если ты владеешь огнем То ты один из четырех важных стихий И еще есть те, кто владеет воздухом, землей и водой? Да, но откуда ты это знаешь? Мне это бабушка рассказывала В детстве А ее случайно Лирой не звали? Ага Давай я познакомлю тебя с остальными Я не против Давай уже пойдем Угу Я не специально, правда А как ты узнала, что это произойдет? Просто увидела А чуть мы красненькие, как помидорки Аааа, слушай Иногда не контролирую это А год назад я владела силой лишь частично Там, к примеру, создать маленькую вещь или поднять магии легкие предметы Где Форд? У Венди Ты увидел, что она ему устроила Даже представлять не хочу Но зная ее, ему явно сильно досталось Давай ты уже познакомишь меня со всеми Ладно Сейчас позову остальных, чтобы они телепортировались сюда Вот тогда и познакомлю А раньше сказать не мог? А то я уже думала, что нам придется переться к ним Итак Меня ты уже знаешь, но повторюсь Меня зовут Рэм, мне 518 лет и моя стихия Огонь А я Зазель, мне тоже 518, моя стихия Воздух Я Кора, мне 517 лет, моя стихия Земля Я Венди, мне 517 лет, моя стихия Вода А я Форд, мне 18 лет и моя стихия Молния Приятно с вами познакомиться Меня зовут Хоуп Только меня мучает один вопрос Вы случаем не знаете, как умерла моя бабушка? Я к себе И чтоб ко мне никто не ссувался Что это с ним? Ребят, вы можете уходить В общем, твоя бабушка Лира Она умерла, сражаясь за наш лес Так как на нас напали Мы сражались вместе с ней Потому что она могла объединить наши силы И помочь нам уничтожить нападавших Но в тот момент, когда твоя бабушка была рядом с Рэмом Ее убили Прямо у него на глазах Слушай, можешь телепортировать меня к нему? Да Но будь аккуратно Ему сейчас очень плохо Я любил тебя Но не смог защитить Я даже снова влюбился И она мне напоминает тебя Хотя по характеру На тебя совсем не похоже Я же говорил, что не хочу никого видеть Слушай Я знаю, что моя бабушка была рядом с тобой в тот момент Я даже не представляю себе, каково это Но я пришла успокоить тебя Если хочешь, чтобы мне стало легче Просто оставь меня одного Я не собираюсь уходить, когда ты в таком состоянии Тебе не приходит в голову мысль Что если я буду в таком состоянии Я не смогу контролировать себя Ты это понимаешь? Раз ты хочешь остаться один Я уйду Черт Что же я наделал? О чем я только думала Ладно Надо успокоиться и понять, где я Я потерялась Ладно Пройдусь Но почему-то это место меня пугает своей атмосферой Какая стихия? В смысле? Какая у тебя стихия? Я не владею никакой стихией Я же знаю, что ты врешь От тебя исходит сильная аура Моя дорогая сестра Моя дорогая сестрица Можешь преподать ей урок С превеликим удовольствием, братец Только посмейте тронуть ее Рэм Живо телепортируй нас Мы еще увидимся Ты в порядке? Да Прости, что приношу одни беды Отныне и впредь Если с тобой что-то случится Ты называешь мое имя И я немедленно телепортируюсь к тебе Правда? Правда Беги Ну как же? Я сказал беги и прячься Ты пожалеешь, что сделала это Перед моим близким человеком Блин, она же сказала, что за минуту-две справиться с ним Но уже пять минут прошло Я начинаю переживать за нее Сестра, ты в порядке? Я его недооценила Думала, что с помощью нашего меча мы наконец победим его Но этого не произошло Сестра? О, я уж подумал Знаю, что обещал не использовать его Но сейчас он крайне необходим Я знаю, что это опасно Но я не хочу, чтобы ты умерла Ведь ты единственная, кроме меня Кто осталась из нашего дома Боже, Рэм! Я думала, она уже убила тебя! Можешь не переживать Со мной все в порядке А насчет ран можешь вообще не волноваться У меня идеальная регенерация И вообще, меня не так просто убить Это за то, что заставил меня нервничать Но я не виноват Сейчас даже лучше, чем в прошлые года В последний раз я была так сильна Только тогда, когда здесь была Лира Возможно ли, что это из-за хоп И долго я буду стоять и ждать? Точно! Я забыла, что ты должен тут тренироваться Но сначала подождем остальных Тогда начнем Вы что, вздремнули от скукоты? Или мы ждем кого-то? Видите ли, тут у нас два тормоза Которые давно должны были быть здесь Чтобы начать тренировку Я приперлась Господи Иисусе! Да когда мы уже начнем вовремя собираться Чтобы начать тренировку? Похоже, мы не вовремя Ага Может, лучше пойдем ко мне? Давай А то Венди сегодня не в духе Блин Я уже должна быть дома Лучше позвоню маме И скажу, что я у подруги Мам, прости, что заставила тебя беспокоиться Я сейчас просто нахожусь у подруги Вот Так что можешь не беспокоиться обо мне Боже, Хоуп Больше не пугай меня так Я уже не знала, о чем думать Мам, ты не против, если я переночую у моей подруги? Она просто далеко от нашего дома живет Хорошо Если хочешь, то можешь поночевать у нее два дня Отдохни как следует на этих выходных Но не забывай про домашнее задание Хорошо Больше не буду отвлекать тебя Блин Хочу переодеться, но здесь нет моей одежды Ладно Попробую что-нибудь создать и переодеться Неплохо Мне даже нравится Хоть что-то нормальное создала Тут есть хотя бы ноут А то скучно Блин Нету Как же они так живут Как хорошо, что я более-менее могу контролировать свою силу И могу телепортировать свой ноут А теперь я наконец-то могу расслабиться и отдохнуть Спокойной ночи, моя леди Рэм? Ты только не волнуйся Эта тренировка началась Я просто забыл тебе сказать, что ты сегодня проходишь тренировку Ты должна будешь победить злодея Чтоб я увидел, на что ты способна А ты уверен, что я справлюсь? Да Ты сможешь Это же ведь будет всего лишь средняя сложность Но ты справишься Я это знаю Ура, я справилась Я знал, что у тебя все получится Стоп Почему я здесь? Ох нет Только не говорите, что он использовал его Брат Зачем ты его использовал? Я не хочу и тебя потерять Ты же знаешь, что я не мог просто так стоять и смотреть Я тоже не хочу потерять тебя Ну не отдавать же свою жизнь из-за меня Сестренка Я хочу, чтобы ты жила счастливее всех И сделаю все для этого Даже если для этого Я пожертвую своей жизнью Я сделаю все возможное Да тебе любая одежда подойдет Кстати, а почему ты скрываешь под челкой свой глаз? Извини Я ничего про это не знала Мне так жаль Ничего страшного Ты ведь не ожидала, что у меня будет шрам Но я и сам виноват, что не сказал тебе Так что давай лучше проведем этот день Так, чтобы ты была счастлива Это был просто замечательный день Они все время болтали, гуляли, веселились и дурачились Можно сказать, они стали лучшими друзьями Их уже было никак не разлучить Но, как говорится, счастье длилось недолго Что ты здесь делаешь? Я просто пришел навестить мою изумрудку Изумрудку? Неужели? Тебе лучше уйти по-хорошему Иначе Рэм Можешь оставить нас наедине? Если что-то случится Позовешь А так Я попозже телепортируюсь сюда Теперь можно мне узнать кое-что Зачем ты пришел сюда? А я как погляжу Ты без меня не скучала Завела парня Веселишься Но вспомни Каково было нам, когда мы сидели на поляне И как нам было хорошо Я даже вспоминать не хочу момента именно с тобой А что? Огонек растопил твое холодное сердце? Это уже тебя не касается Тебе лучше уйти Иначе я позову Рэма Ну, Хоу Ну, дай мне шанс Я же знаю, что тебе было очень хорошо, когда мы были вместе Это уже в прошлом А я это вспоминать не хочу Ты бросил меня в самый сложный для меня момент И стал встречаться с другой Знаешь ли Мне было очень больно Из-за этого я должна тебя простить? Прошу, Хоу Я даже минуты не могу без тебя прожить Дай мне шанс Я больше никогда тебя не брошу Рэдхэт Я Почему она так долго? Что здесь происходит? Ничего такого Просто вспоминали наши дни без тебя И как нам было хорошо Да, и ты прервал нас в самый идеальный момент Черт Я тебя еще прикончу Чертов огонь Все мои планы испортил А теперь объясни мне Что это сейчас было? Рэм Я не хотела говорить тебе этого, но Я правда не хотела этого Я с ним встречалась в прошлом Он сделал мне больно, бросив меня И начал встречаться с другой Запомни Ты только моя И ничья больше Мне правда жаль, что ты услышал это Почему же это происходит именно с нами? Мы ведь даже не знаем наше происхождение И кто наши родители Хоть бы встретить их И все рассказать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Мне было очень хорошо с ним Но с другой Вот бы бабушка была рядом Тогда уж точно бы с ней посоветовалась Ты звала меня? Бабушка? Дорогая моя Я понимаю, что ты запуталась И не можешь понять, кто тебе нравится Но когда ты была маленькой Я хотела, чтобы ты стала лучшей хранительницей, чем я Но сейчас я дам тебе совет Слушай свое сердце И скажи себе, кого ты любишь С кем ты хочешь быть всю жизнь Надеюсь, ты выберешь того, кого сильно любишь Я так по тебе скучаю Бабушка Ладно Пойду к Редхарту Поговорю с ним Спасибо тебе, что сказал мне это чертово заклинание Так Как там начиналось? А, вот Надеюсь После этого разговора Я пойму, кто это будет Куда делась Хоуп? И почему я ощущаю здесь знакомую темную ауру? Чертов Редхард! Я убью его! Может, Хоуп была права насчет него? Так как она лучше меня знает его Да и он бросил ее из-за меня Может, просто расстаться с ним и все Как-никак из-за него у меня одни проблемы Осторожно! Сзади! Извините, я не специально Давайте я вам помогу Блин, из-за тебя я чуть опять не сбил ее Прошу прощения еще раз за это Второй раз произошел из-за нее Не ожидала, что со мной произойдет такое Лу Хранитель ночи Анетта Хранитель фауны Сайрен Хранитель света Ну и где его, черт подери, носит? Ну и где тебе, черт возьми, носила? Извини, моя вина Ты уже который раз опаздываешь И так уже много раз Если я еще раз использую свою особенность Я просто не выдержу Но, зная ее Она, как и в тот раз, сейчас выкатит очень сложную задачу Ты сам знаешь, что будет, если ты будешь опаздывать Твоей задачей будет Телепортироваться Одновременно В две разные точки Черт Я так и знал, что будет вот так И боюсь, я не смогу контролировать свою особенность Но попытаюсь Почему ты мне не сказал, что не сможешь это сделать Из-за неконтролируемой способности? Сейчас тебе нужен отдых Помню, как это было в первый раз Но тогда это произошло по моей вине Но из-за чего на этот раз Даже не представляю В первый раз, я помню, немного не рассчитала твои способности И ты не смог контролировать свою способность Но за пять лет Я поняла, какую нагрузку тебе нужно давать И больше такого не было И теперь скажи мне Какого хрена это произошло снова? Я просто немного устал И все Ничего такого Я использовал 90% своих сил, чтобы принять удар молнии Которую сам выпустил На себя Ты же в курсе, что это почти невозможно с твоим-то опытом Ты же мог просто умереть из-за этого Значит так Я устанавливаю тебе запрет Ты не можешь использовать свои силы Больше, чем на 10% А на тренировках будешь вкладываться на все 60% Если нарушишь мой запрет То будешь на тренировках вкладываться на все 80% Блин Вот сейчас было очень жестко Теперь понятно, что ты один делаешь Просто фигней страдаешь Либо у тебя поехала крыша Ну что поделать, если я одинокий Так, что ты тут делаешь? Мне нужно поговорить с тобой И зачем ты это сделала? Рехард Прошу Нам нужно поговорить Этот разговор связан с моим выбором Ладно И о чем ты хотела поговорить? О наших С тобой и отношениях Вот это, конечно, неожиданно Скажи честно Ты меня до сих пор любишь? Не ожидал, что ты меня спросишь О моих чувствах Насчет себя Я могу сказать Что я чувствую к тебе Но с кем ты хочешь быть Решать тебе, а не мне Блин Блин Теперь я окончательно запуталась в своих чувствах Хоуп Что это значит? Рэм Я тебе все объясню Ну раз я здесь Пришло время выбирать Но выбирать тебе С кем ты хочешь быть Я сделала свой выбор Рэм То время, что мы провели вместе Я никогда не забуду Но Мой выбор Иной Что ж поделать Это ее выбор Не так ли, огонек? Я не знаю Правильный ли выбор сделала Тогда Почему мне Стало Очень печально После этого Надеюсь Теперь ты не будешь Бросать меня Когда вздумается Не волнуйся Не брошу Куда ты от меня денешься? Время шло И Рэдхард Учил Хоуп Пользоваться Секретными заклинаниями Чтобы она стала Еще сильнее Но при каждом Его произношении Ее медальон Начинает использовать Отрицательную энергию А для Хоуп Это очень утомительно По возвращению Рэм рассказал всем Что Хоуп Перешла к Рэдхарту Какой же я дурак Опять влюбился Чтобы Заглушить ту боль Но я только Ее усилил Как я вижу Тебе наконец Полегчало Благодаря тебе Мелисса Ладно Я пойду Приготовлю обед Если что Позову Лады Черт Почему ты опять болишь Даже Те лекарства Не помогают Когда же это Прекратится А скоро Будет обед Я же тебе говорила Когда позову Тогда придешь Непонятно? Когда же это Правда Раскроется И мы узнаем Кто мы на самом деле Я знаю Кто обо всем знает Надо будет Ее навестить Ладно Это дело Оставлено потом А сейчас Майк Иди обидать Бегу А я то думала Почему у меня Так холодно Стало Зачем пришла Мне нужно С тобой поговорить И узнать Кое что И что именно Ты хочешь узнать У меня Стоп Если у нее Те же глаза Неужели? Не может этого быть За эти годы Я думала Что вас больше Нет в живых В смысле Нет в живых Но увидев вас Я могу С легкостью сказать Я рада Что вы живы Ваше высочество Стоп Если ты меня знаешь То ты И моих родителей Знала Я с ними Была Очень близко А можешь Мне о них Рассказать Какими они были С превеликим удовольствием Мелисса Рассказала ей Как она с братом Путешествовала Чему она научилась А Кора Рассказала ей Все Что знала Об их родителях Мелисса Хотела Познакомить Кору с Майком Но он Тот еще Упрямец Она Рассказала ему То же Что и Мелиссе Он был рад Тому Что узнал Всю правду Кто они И что Случилось С их родителями Кора Рассказала Всем Что пропавшие Дети Погибших Короля И королевы Нашлись И они Займут Трон При этом Кора Рассказала О том Что все же Трон Займет Только один Из них Кто Унаследовал Силу Способную Защитить Целое Королевство Но Править Они Могут Вдвоем Может Хватит Ерундой Моется Извините Храните Стихии Такого Больше Не повторится Надеюсь Ты больше Не нарушишь Мой покой Тебе Повезло Что она Была Доброй Это Бы Вышвырнула Тебе Сейчас Куда Подальше За эти Полмесяца Хоуп Научилась Контролировать Темную Энергию Но Видя Кем Стала Хоуп Редхард Стал Винить Себя За То Что Сделал С ней Рэм После Тех Событий Так И Не Смог Позабыть Ее Ведь Позабыть Ту Которая Так Похожа На Девушку Которая Изменила Всю Его Жизнь Невозможно За это время Мелисса и Майкл Вдвоем Начали Править Королевством Но И у них Были Свои Трудности И проблемы С которыми Они Справлялись Вместе Что Ж Пора Кое Кого Навестить Почему Мне Вдруг Стало Очень Плохо Когда Я Увидела Его Кто Кто Бо Ты Был Тебе Лучше Покинуть Мою Комнату Я Ж Сказал Хоуп Рэм Что Ты С 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 Даже Не Думала Что Мой Выбор Так На Тебя Повлияет Я Думала Что Ты С 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 Как видишь, не смог. Скажи мне, если бы я семь месяцев назад никого не выбрала, ты бы что сделал? Я бы сделал всё, чтобы ты была со мной. Да если бы не ты, этого бы всего не было. Я бы не узнала о тебе и обо всех вас. Я тоже по тебе скучал. Что ты тут делаешь? Вспоминаю своё прошлое. Как думаешь, если бы меня здесь не было, и я не знала о существовании этого леса, моя жизнь была бы другой? По тебе видно, что ты скучаешь по родному дому. Раз ты этого хочешь, я потрачу свои последние силы для того, чтобы вернуть тебя домой перед моим исчезновением. Скажи мне, ты бы хотела, чтобы всё это оказалось дурным сном и быть дома со своей мамой? Если честно, я бы хотела этого. Что ж, я готов исполнить твоё последнее желание. Что за странный сон мне приснился? Даже уже и не помню, что мне снилось. Но мне почему-то очень грустно это вспоминать. Доброе утро, мамуль. И тебе, добрая. Иди умывайся, сейчас будем завтракать. Хорошо, я потом сразу в школу пойду. После всего этого прошло полгода. И, как ни странно, Мелоди стала лучшей подругой Хоуп. Да, как-то странно звучит, что враги могли подружиться. Мы вместе окончили школу с красным аттестатом. И я познакомилась с Крисом. Но у меня такое чувство, что я чего-то лишилась. Чего-то очень дорогого стоило мне это счастье. Ребята, я так и не понял. Все ждали продолжения оборотней, а в итоге его практически никто не посмотрел, по сравнению с другими видео. В общем, если почему-то пропустили, тыкайте на подсказку. Большое спасибо вам за ваши лайки и ваши комментарии. Это канал Fable. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok